Сегодня наша тема звучит так «Я мирен». Давайте сейчас произнесем вместе эти слова. Давайте насчет «раз», «два», «три». Скажем «Я мирен». Послушайте меня. Сейчас в мире проходит много войн. Сейчас в мире много ненависти. В мире много распри. Стоит вам только включить телевизор, вы тут же ощутите ненависть, исходящую оттуда. Например, недавно была эта жуткая стрельба в синагоге, а также эти бомбы, которые разослали видным политикам, и еще много всего нехорошего. И такое происходит повсеместно. Как нам убедиться, что такое происходит повсеместно? Недавно в Америке провели один опрос. Я думаю, вы согласитесь с его результатами. 90% опрошенных согласились, что в Америке слишком много ненависти. Давайте сейчас кто-нибудь встанет и скажет такие слова. «Я мирен». Социальные сети используются сейчас как орудия, которые несут ненависть и боль, вместо того, чтобы использоваться для общения и передачи информации. А ведь мы могли бы славить Бога через них. Сейчас их используют для нехороших целей. Все, что окружает нас, исполнено негативом. Вокруг много всего неправильного. И Бог послал мне стих из Псалтеря. А вот что это за стих. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир». Слишком долго я жил с людьми, которые ненавидят этот мир. Они просто ненавидят мир. А далее сказано «Я мирен, но только заговорю они к войне». Поднимите руки те, кто может применить этот стих лично к себе. Есть такие? И вот автор Псалма говорит «Я мирен, я за мир, но окружающие хотят разделить этот мир». Они хотят бороться. Они выступают друг против друга. И вот он восклицает. «Я просто устал от этого. Я слишком долго жил со всеми этими людьми, и теперь я ищу мира». И знаете что? Бог желает, чтобы мы жили в мире. Послушайте меня. «Поднимите сейчас руки те, кто видит, что вокруг него происходит очень много расприи». Видите, эти слова актуальны и сейчас. У нас есть Иисус, который является князем мира. Если мы хотим идти по его стопам, мы должны быть людьми мира. Разве это не так? Я люблю Иисуса. Как-то он сказал «Мой мир даю вам». Мир вам дает не окружающий мир. Он не может дать вам мир. Мир дает нам Бог. Сейчас я скажу очень важную вещь. Слушайте меня внимательно. Когда бушует буря, а вокруг происходят всякие безумства, «Но в вашей лодке сидит Иисус, то значит, в вашей лодке будет мир». Тогда вы можете остановить любую бурю, сказав «Да будет мир». Потому что мир нам приносит именно Иисус. Но если мы хотим идти по стопам Христа, то мы должны быть людьми мира. Мы, будучи христианами, должны всегда быть мирными. А в любой ситуации и при любых обстоятельствах. Если вы верующие, то вы всегда должны быть мирными. Но мы не просто были призваны быть мирными. Что еще мы были призваны сделать? Мы были призваны быть миротворцами. Кто такой миротворец? Если между людьми идут разные распри, то миротворец приходит и приносит им долгожданный мир. Иначе говоря, мы свет мира во тьме, потому что в нас живет Христос. Если где-то царит тьма, то все меняется, как только мы входим туда. А вы знали, что когда Иисус куда-то приходил, там все менялось? В местах, куда мы приходим, все должно меняться. Это касается мест, где есть разногласия, раздоры, слухи, ненависть, непрощение и проблемы, которые не могут решиться. Знаете, что будет ответом на все эти проблемы? Иисус. Мы должны вести с собой Божий свет. Мы должны быть миротворцами. Но если мы миротворцы, у нас есть какие-то обязанности, которые мы должны выполнять. Мы должны приходить туда, где царят распри, вносить туда мир. Именно к этому призывает нас Бог. Вот что сказано в Евангелии от Матфея. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Иначе говоря, если вы христианин и верующий в Господа, вы должны нести мир, а не войну. Вы должны тушить костер, а не подбрасывать в него дров. Вы должны проверять других людей, а не соглашаться с их поведением. Итак, мы — это люди мира, и мы были призваны быть миротворцами. Если у вас дома есть какие-то распри, то я могу предложить вам одно решение. Этим решением должны стать вы. Если вы христианин, то у вас есть сила, и вы должны не просто владеть ею, но и использовать ее. Вы должны иметь силу мудрости и нести мир туда, где есть распри. Наш дом должен быть самым мирным местом. Дом христианина должен быть самым мирным местом. Вы должны любить приходить в свой дом. Вы должны любить уходить с работы и возвращаться домой. Вы должны скучать по своему дому, потому что у вас дома царит мирная атмосфера. И это происходит не случайно. Это происходит не само собой. Миротворчество не приходит к вам само. Вы должны что-то сделать, чтобы нести мир. Вы должны поддерживать мир. Вы знали, что вы должны нести не только мир, но и поддерживать его? Ведь мы христиане, и мы были призваны быть миротворцами. Давайте прочтем, что сказано у Иакова. Тут говорится о миротворцах. Кто из вас является миротворцем? Поднимите, пожалуйста, руки. А вы почему не подняли свои руки? В чем дело? Давайте сейчас снова поднимут руки те, кто считает себя миротворцами. Миротворцами. Все считают себя ими. Если вы верующий, вы должны быть миротворцем. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Если вы миротворцы, то что вы должны сеять? Послушайте меня все. Что вы должны сеять? Плод правды в мире. Мы должны научиться сеять плод правды в мире. Мы живем и знаем, что вокруг нас сплошные распри. В нашем мире царят распри. В политике тоже сплошные раздоры. Распри в нашем мире повсюду. Они в нашем обществе. Распри царят в семьях, в церквях. Почему? Потому что их создает дух этого мира. Дух мира несет с собой все эти безумства и вносит все эти хаотические распри в людские жизни. Но мы, будучи верующими, должны понимать, что это дух мира. А с нами дух Христа. И мы должны делать то, что Он сказал. Мы должны приходить и сеять мир. Мы должны сеять мир. Я расскажу вам о шести способах того, как стать миротворцем. Вам это интересно? Итак, есть шесть способов того, как стать миротворцем. Ребята, миротворец, во-первых, молится о мире. Если вы помните, то Библия просят нас молиться о мире в Иерусалиме, потому что в Иерусалиме происходит много вооруженных столкновений и войн. А вот почему мы должны молиться о мире в Иерусалиме. Но Бог желает, чтобы мы молились не только о мире в Иерусалиме. Мы должны молиться о мире в нашей стране. Мы должны молиться о мире в нашем доме и в наших отношениях. Во-первых, мы должны увидеть конфликт. Он может быть на работе, дома, в обществе, в церкви, где бы он ни был. Когда мы его обнаружим, мы, будучи христианами, должны быть и миротворцами. Мы должны им заняться. Но мы должны сделать все правильным, потому что при этом мы не должны нападать на людей. Мы должны нападать на злого духа. Но как напасть на него? Для этого нам нужно духовное оружие. Что это за оружие? А это значит, что мы должны молиться о мире. Если у вас дома какие-то распри, вы приходите ко мне и говорите, «Пастор, у меня дома просто сумасшедший дом», то я отвечаю, «Помолитесь о мире». Если вы и ваша вторая половина сейчас здесь, то я советую вам начать молиться о мире и ждать, что сделает Бог. Он принесет мир. Вот что Он сделает. Когда мы в церкви вздымаем вверх наши святые руки и молим Бога о том, чтобы Он принес нам мир, мы должны знать и понимать, что Он может принести нам мир, и Он принесет нам этот мир. Если у вас в жизни возник какой-то конфликт, начните молиться о том, чтобы Бог принес вам мир. Мы должны начать молиться о мире. В конце нашей сегодняшней службы мы помолимся о мире, потому что все мы подняли руки, когда я задал вопрос о распрях, которые царят в этом мире. Они окружают нас, но разрешить их можем только мы с вами. Бог сказал, «Я поместил вас сюда, чтобы вы несли мир». Только вы можете все разрешить и принести мир в эти распри и во всю эту неразбериху. Второй способ сеять мир — это вести угодную Богу жизнь. Ведите угодную Богу жизнь, и это принесет вам мир. Прочитаем, что сказано в притчах. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примеряет с ним». Итак, очень важно, какую жизнь вы ведете. Если вы хотите мира, то должны в первую очередь спросить себя. Мы должны быть уверены, что наша жизнь угодна Господу. Как нам узнать, что наша жизнь угодна Господу? Мы должны жить по слову, должны соблюдать все. Его принципы, постулаты. Мы должны знать, что Богу нравится, а что нет. Должны делать то, что Ему нравится, и держаться подальше от того, что Ему не нравится. Если мы будем жить так, Бог принесет в нашу жизнь мир. Так вас будет окружать мир. Даже ваши враги будут с вами в мире. Очень важно, какую жизнь вы ведете. Давайте посмотрим на Иосафата. До него Иудеи правил царь Асом. Об Асе мы знаем следующее. Поскольку он посвятил свое сердце Богу, то Бог принес мир ему и его окружению. Но зачем он принес мир ему и его окружению? Чтобы он мог созидать. Если в вашей жизни царит мир, он не просто окружает вас. Это значит, что вы можете спокойно созидать и не бояться, что кто-то на вас нападет. Мир очень важен, если вы строите царство Божие на земле. Мы должны быть уверены, что мы — это люди, которые молятся о мире, что мы — это люди, которые смотрят в зеркало Божьего Слова и честны касательно своей жизни и того, что сказал Бог. Мы должны стремиться делать праведные вещи. Если мы будем это делать, Бог окружит нас миром. Даже наши враги будут в мире с нами. А вот и третий способ быть миротворцами и сеять мир, и делать нужно следующее. Ищите то, что объединяет нас, а не разделяет. Я видел очень много христиан, которые постоянно чего-то искали, и часто они искали не в церкви. Большинство, вернее, не большинство, а все христиане верят в то, что Иисус Христос — это наш Господь и Спаситель наших душ, а еще они верят в Бога. Доля наших общих верований составляет от 90 до 95%. Это наша единая вера. Но знаете, на чем мы обычно концентрируемся? На тех 10%, на которые приходятся наши разногласия. Ко мне много раз подходили люди и спрашивали, «О, вы христианин?» Я отвечал, «Да, я христианин». И тогда они спрашивали, «Вы действительно любите Иисуса?» «Вы обрели крещение во имя Иисуса?» «Или во имя Отца и Сына?» «А из чего сделана ваша кафедра?» И много других подобных вопросов. Они всегда пытались найти во мне что-то иное. Спрашивали, «А у вас на службе играет музыка?» «У вас играют гитары или какой-то другой инструмент?» Мы всегда пытаемся найти в других что-то иное, дабы противостоять им. Но мы должны искать то, что нас объединяет, а не то, что разделяет. Если вы поместите меня с любым христианином, любящим Иисуса, в одну комнату, вскоре мы найдем с ним общий язык и начнем делать для Бога великие дела. Потому что для меня важно не то, в чем у нас разногласия. Мне важно то, в чем мы согласны. Потому что дело в том, что я не злюсь на тех, кто со мной не согласен. Всегда ли вы соглашаетесь с вашей супругой или супругом? Я знаю, что вы не во всем соглашаетесь со мной. И знаете что, это нормально. Но большинство людей этого не понимают. Они ищут чего-то другого. Они ищут это в браке, в церкви, в отношениях. Ищут там чего-то неправильного. Сейчас я найду что-то неправильное. Так говорят они. Но зачем они это делают? Потому что они ищут разделение, а не объединение. Войны, а не мира. А если вы ищете мира, вы должны быть готовы отдавать. Давайте прочитаем, что сказано в послании Иакова. Это очень сильная слова. Если вы читали послание Иакова, то вы знаете, что там говорится о мудрости мира. Да, мудрости мира. Сейчас я расскажу вам, как возникают все распри. Идут они от зависти и себелюбия. Мудрость мира исполнена зависти и себелюбия. А там, где есть зависть и себелюбие, обязательно будет куча бесов. Поэтому люди и завидуют другим. Они очень любят себя. Их интересуют только они сами. Вот откуда возникают все распри. Но если у вас есть мир и истина, сходящая свыше, если у вас есть истина, сходящая свыше, то у вас непременно будет мир. Ибо в Писании сказано, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. А еще она мирна. Если вам не нравится мир, если вы его не любите, значит, вы действуете по мудрости и духу мира. Потому что с тем, кто любит мир, хочет его и ищет его, пребывает дух Божий. А кто этого не делает, на того влияет дух мира. Но в Библии сказано, что вы должны любить мир, что вы должны быть мирны, скромны, послушны. Вы должны быть готовы отдавать, идти на компромисс. А компромисс — это неплохое слово. Если вы в браке и не идете на компромисс, то скажите мне, как вы вообще живете. Отношения всегда связаны с компромиссом. В отношениях вы всегда что-то даете и что-то берете. Иногда вам приходится просто все бросить и сказать, «Знай что, это разделяет нас». Поэтому мы не будем этого делать. Приведу вам еще один пример. Возьмем шоппинг. «Моя жена очень любит ходить по магазинам, а я этого не люблю». Мы знаем, что в нашем браке это именно та вещь, которую мы не должны делать вместе. Поэтому, чтобы поддерживать мир в нашем браке и в наших отношениях, мы просто не ходим вместе по магазинам. Даже если вы любите друг друга и любите проводить время вместе, вы не должны делать дела вместе, по которым у вас есть разногласия. Вы знаете, зачем вы это делаете? Из любви прежде всего. Потому что вы любите друг друга. Вы можете с кем-то подраться, а можете с кем-то сотрудничать. Вы сами выбираете, как себя подать. Божья мудрость полна милосердия и добрых плодов. Она полна милосердия и добрых плодов. А еще она беспристрастна и нелицемерна. Ведь люди понимают, серьезно вы, говорите или нет. Если вы подойдете к кому-то и резко скажете, «А ну, пойдем-ка, выйдем», то вы прекрасно понимаете, что это значит. Вы скажете, «Ну, я не хочу быть мирным». Тут такое произошло. Послушайте, это довольно лицемерно с вашей стороны. Мы должны быть уверены, что мы нелицемерны, что мы любим мир и желаем мира. Но для этого вы должны быть готовы отдавать и помогать другим. Послушайте, я постоянно вижу такую картину. Я хочу, чтобы сейчас встали мужчины. Те, которые ездили во Флориду. И женщины тоже. Всего их 12 человек. Они проделали отличную работу. Мистер Эрни, позже я хочу задать вам один замечательный вопрос. Когда вы собираете всех ваших людей, когда вы вместе готовите и готовитесь к этому мероприятию, но для начала все-таки я хочу, чтобы вы поднялись. Давайте поаплодируем им. Это герои. Посмотрите на них. Вы проделали отличную работу, ребята. Итак, давайте, хлопайте, хлопайте. Когда вы что-то делаете вместе, ну, спите и едите. Когда вы проделываете свои маленькие ритуалы. У кого из вас есть свои ритуалы? У всех из нас есть какие-то маленькие такие традиции, которые мы проделываем каждый день. Ведь так? Так вот, когда вы собираетесь все вместе, вам приходится что-то отдавать, делиться? Мистер Эрни ответил сейчас за всех. Потому что, когда вы собираетесь вместе, у вас есть выбор. Либо ваша встреча пройдет травматично. Какое хорошее слово. Я только что придумал новое слово. Пожалуй, оно мне нравится. Как это слово правильно звучит? Травматично. Но мое слово мне тоже нравится. Вы поняли, какое слово я имел в виду? Хоть я и неправильно его произнес. Вы сами решаете, будет ли между вами распри или мир. Для меня всегда загадка. Как можно ко всем хорошо относиться? Это касается и Алабамы, и Флориды тоже. Флорида победила нас, но я продолжаю к ней хорошо относиться. Я обожаю Флориду. Я Алабаму люблю. Мне не важно, кто победит. Мы можем хорошо уживаться вместе. Бывают люди, которые могут не разговаривать годами. Потому что болеют за разные команды. И это глупо. Это очень глупо. Так поступает мир, а христиане не поступают. Конечно, я был не рад, когда Флорида нас сделала. Я не был рад, хотя наша команда выглядела на поле лучше команды из Флориды. Вот что все мы не должны делать. Мы не должны так поступать. Ведь команда из Флориды, разумеется, заслужила победу. Они очень хорошо играли. Мы должны быть готовы отдавать. Аминь, друзья. Готовность отдавать — это важная часть обретения мира. Послушайте, если вы будете говорить «я так сказал и точка», то вы всегда будете одиноки. Это точно не Дух Христа. Это Дух Антихриста. Как-то одни очень высокопоставленные лица пригласили меня в Вашингтон. Я не буду называть их имен, чтобы защитить их. Поверьте, это были очень высокопоставленные лица. Я рассказал им о Духе Христа и многих других вещах, и тут один из них воскликнул. «Во мне тоже есть Дух». Я подумал, я не сказал это вслух, потому что я мирен. Я подумал, да. Но нужен-то вам Дух Христа? Нам нужен Дух Христа. Дух Христа поможет нам не развязывать войн. Давайте скажем на это «Аминь». Он поможет вам удержать ваши мысли при себе. Это нужно нам и в браке, и в любых других отношениях. А теперь еще один способ стать миротворцем. Что тут у нас есть? Боже мой, а вы уверены, что здесь написано правильное слово? Вы точно не ошиблись, когда набирали этот текст? Тут точно правильное слово. Будьте готовы даже признать себя неправым, чтобы найти мир. «О чем это вы, пастор?» Скажется вы. Но это не мои слова. Не мои. Это сказал Бог. Согласно Слову Божьему. Давайте посмотрим на следующий слайд. Согласно Слову Божьему, для христианства, настоящим фиаско, будет ситуация, когда два верующих потащат друг друга в суд, потому что сами они не могут разрешить свои разногласия. Согласно Библии, для христианина это будет настоящим фиаско. Это говорит о том, что иногда лучше признать себя неправым, чем вести своего брата в суд. Лучше признать себя неправым и найти при этом мир, чем вести своего брата в суд и получить то, что по справедливости принадлежит вам. Иногда лучше признать себя неправым, потому что Богу больше важен мир, а не то, что мы получили. Это гораздо важнее. Вы согласны? Ваши отношения гораздо важнее этого. Но многие люди этого не понимают. Они пытаются найти себе оправдание в Библии. Говорят, пусть Бог пошлет мне на помощь ангелов. Пусть нас рассудит Царство Божие. Но если вы не можете разрешить между собой своих разногласий, то это настоящая фиаско. Послушайте меня, вы должны все решить сами с участием, сочувствием и поистине. Ведь развод — это настоящая фиаско для христианина. Вы меня вообще слушаете? Развод — это настоящая фиаско для христианства. Когда верующих разделяют их чувства, это настоящая фиаско для христианина. Это не угодно сердцу Божьему. Лучше быть неправым и иметь мир, чем быть правым и иметь распри. В Писании сказано, что лучше есть простой хлеб, чем жить в изобилии. Лучше есть простой хлеб и иметь мир, чем жить в изобилии и иметь какие-то распри. В Писании сказано, что мир — это самый лучший путь. Я приведу вам один пример. Он связан с Авраамом, отцом нашей веры. Он был очень замечательным человеком. Взял к себе своего племянника Лота и воспитал его как своего сына, потому что отец Лота умер. Он забрал Лота к себе. И когда Бог сказал Аврааму оставить все и отправиться в путь, Авраам взял с собой Лота, потому что считал его членом своей семьи, ведь он его усыновил. И вот они отправились в путь и получили благословение от Бога. Но Лоту не досталось ничего. Авраам же получил великие блага. Его земли увеличивались. На его земле жило все больше людей. Но Авраам считал Лота членом семьи и помог ему добиться успеха и многое получить. Но однажды люди Авраама и люди Лота что-то не поделили и начали воевать друг с другом. И тогда Лот обратился к Аврааму. «Послушай, Авраам, нужно что-то с этим делать. У меня очень малый земель. Нужно что-то с этим делать». И Авраам, бывший человеком мира, посмотрел на него и сказал, «Знай, что, Лот, я хочу мира, поэтому я поступлю так. Ты возьмешь себе любые земли, какие захочешь, а я возьму оставшиеся». Авраам мог сказать, «Послушай, я старше тебя, и это я поставил тебя на ноги, так что я сам выберу себе земли, а ты возьмешь, что останется». Но Авраам сказал, «Бери себе любые земли. Если ты пойдешь направо, я на лево. Если пойдешь на юг, я на север. Пусть все будет по-твоему». Лот стал выбирать себе земли и, разумеется, выбрал самые плодородные в этом регионе. Это были Содом и Гамора. Там были очень плодородные земли. Там было много воды. Это были прекрасные зеленые долины. И Лот сказал, «Я возьму себе эти земли». Он просто взял и сказал, «Возьму себе эти земли». И знаете, что сказал на это Авраам? «Хорошо, бери». «Я пойду в другую сторону». Аврааму достались пустынные земли. Лот отхватил себе зеленые пастбища. А Аврааму достались сплошные пески. Наверняка Авраама это задело, потому что он взял к себе Лота. Это он заботился о нем. И вот Лот забрал себе лучшие земли. Аврааму пришлось отступить. Но Бог наверняка почувствовал его боль. Поэтому он явился Аврааму и сказал, «Не печалься об этом. Лучше оглянись вокруг. Я дарую тебе все, что видишь. Теперь это твое Авраам». Что же было дальше? Сначала Лот процветал, но потом на его земли напал враг и пленил Лота и его семьи. И знаете, что сделал Авраам? Он поспешил им на помощь. Вот что значит быть человеком мира. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас.